Дорогие друзья! Дорогие друзья! Слава Господу за прекрасную возможность приветствовать вас из студии «Конец времени» на программе «Библейские пророчества для народа последнего времени». С нами в студии брат Юрий. Благодарю Бога за эту новую встречу. Слава Господу! Брат, к нам в студию поступило письмо из Болгарии. Я хочу прочитать. Хорошо. Дорогой брат Юрий, пишу вам от имени небольшой группы адвентистов седьмого дня из Болгарии. В Болгарии есть две-три группы, которые собираются по домам в субботу для поклонения Богу. Мы хотим быть верными Господу, но не всегда находим ответы на наши вопросы. Все наши пастора тринитарии, и нам некому обратиться за советом, чтобы получить библейский ответ на волнующие нас вопросы. Поэтому мы обращаемся к вам. Пожалуйста, ответьте нам с уважением, ваша сестра в Господе, Ярданка. Итак, первый вопрос. Как и где мы можем взять ужина Господня? В нашей группе есть брат, который рукоположен. Может он дать нам ужина? Я понимаю, слово ужина – это вечеря Господня, да? Да. Это очень важные моменты, но Господь прекрасно понимает нашу духовную немощь и нищету. Он создал эти группы, чтобы мы могли дополнять один другого. И сразу могу сказать и напомнить слова из Евангелия от Матфея. Давай мы для начала откроем. Вообще, что Иисус говорит о Своей Церкви? Нам интересна 18 глава Евангелия от Матфея, 19 и 20 текст. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое, собраны во имя Мое, там Я посреди них. Спасибо, Иисус говорит, двое и трое согласились просить у Небесного Отца во имя Иисуса. Там находится Иисус. И если мы внимательно прочитаем всю эту главу, то мы найдем, что речь идет о Церкви. И Иисус дает правило, как поступать в этих группах. То есть, здесь описывается простая ситуация. Если вы двое или трое или четверо или пятеро во имя Иисуса согласились изучать Священное Писание и понимать его значение, Иисус говорит независимо, где вы находитесь. Я, говорит, посреди такого собрания. Но только должно быть все чинно и достойно Священного Писания. Таким образом, Иисус, подарив нам истину, желает, чтобы мы были свободны от церковных преданий. Потому что церковные предания – это, так скажем, усмирительная рубашка в руках сатаны. Он использует, чтобы сдерживать нашу свободу, которую Иисус подарил нам в истине. Я хочу подчеркнуть, именно поистине. Да, пои – это принципиальный фактор. Более того, если посмотреть внимательно о вечере, то мы находим, что практически апостолы никогда не брали верх над верующими людьми. И в Библии, если посмотреть, у нас нигде нет ни одного намёка, кто именно из апостолов проводил вечерю. Да, действительно. Нету такого момента написано, они собирались единодушно вместе по домам, преломляли хлеб, или возьми апостола Павла в 20 главе Деяний. Когда они по обыкновению собрались для преломления хлеба, Павел продолжил слово до полуночи. А кто преподавал вечерю, не сказано. Если мы двое и трое собрались во имя Иисуса для того, чтобы вспомнить великий подъек его страданий, мы из своей группы выберем человека, который достойно проведёт вечерю воспоминания. Именно достойно. Правильно, достойно священного Писания. Потому что нету праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Бог не смотрит на лица. Он смотрит, как люди относятся к его установлению. Давай посмотрим, как апостолы относились к свободе верующих людей. Они создавали церкви. Конечно, назначали не сами по себе, а общество выбирало, кому они доверяют совершать то или иное служение. Но апостолы никогда не брали верх над верою верующих людей. Второе послание в Коринф нам интересна первая глава, 24-й текст из этого послания. Не потому, будто мы берём власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Павел не берёт верха над верою коринфской церкви, хотя в первом послании в каждой главе описывается компроблем, которые возникли в этой церкви. Но, тем не менее, Павел говорит, я не желаю брать вверх над вашей верой. Я только желаю скорректировать на основании истины ваше поведение, чтобы вы, совершая служение во имя Иисуса Христа, делали это достойно. Он также, кстати, говорит им о вечере в 11-й главе. Нам интересна 11-я глава первого послания в Коринф, с 20-й и по 25-й стих включительно. Далее. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечера и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Павел дает им совет и желает скорректировать неправильные положения в этой церкви. Он не берет вверх над верой этих людей. Он желает им помочь прославлять Бога в духе и в истине. Это очень важный момент. Я, конечно, извиняюсь, но я хотел бы рассказать личный опыт. Я не люблю вспоминать прошлые жизни, потому что в прошлой моей жизни ничего радужного нет, но я не могу умалчивать того, что сделал Бог в моей жизни. Я уверовал в Иисуса в местах лишения свободы. И не удивляйся, я многих вещей даже тебе не говорю, потому что я не думаю, что Бог мне подарил тебя для того, чтобы я тебя огорчал своей прошлой жизнью. У христиан нету прошлого, у нас есть настоящее, но мы должны помнить весь путь, которым вел нас Господь. Да, это так. Когда я сидел последний раз, в целом где-то я около 20 лет отбыл в местах лишения свободы, и когда я стал читать Священное Писание, мне никто не проповедовал. Получилось так, что я стал читать Евангелие от Иоанна и прочитал 5 главу 24 стих, где Иисус сказал, «Истина, истина, говорю вам, верующий в Меня на суд не приходит». Я-то лучше всех, наверное, знаю, что значит на суд не приходит. У меня есть практика в этом отношении, и я понимал это так, как я понимал, что такое суд. Чтобы получить оправдание на суде, это невозможно. И я зацепился за эти слова, и всё думал, что мне нужно сделать, чтобы не прийти на суд. Но в то время я плохо мог читать, поэтому у меня первая мысль – надо научиться читать, и тогда я пойму, что мне нужно делать. Так я и стал поступать. Я стал в лагере учиться читать. Первая моя книга практически была. Я читал раньше одну книгу в жизни «Маленькая хозяйка большого дома», и то от скуки в крытой тюрьме. Это было ужасное время. Ну, а тем не менее, я взял Новый Завет и стал читать. Конечно, много вещей, если я читал одну страницу в день, это для меня был подвиг. Но весь день мне нужно было понять, не просто сложить эти буквы, которые я знаю, но я не знаю, как их читать. Это другой вопрос. И тем не менее, когда более-менее я стал уже читать, у меня было два друга, которые помогали мне читать. Но было немного, конечно, сейчас это уже немного юморно выглядит. Люди в полосатой одежде читают, чему-то радуются. И когда мы встречались для общего чтения, они лучше меня читают, поэтому в основном они читали, а мы потом размышляли, что прочитали. И у нас было побуждение, мы читали Евангелие от Иоанна, принять вечерю. Но в лагере это ужас. Вот сегодня, если сказать адвентисту, какому-нибудь титулованному, что вот зэки проводят вечерю в лагере без участия проповедника, ну, как он среагирует? Но тем не менее, мы-то об этом ничего не знали. Мы взяли и сделали всё по Писанию, но у нас не было ни хлеба, ни вина. Как быть? Ко мне подходит один человек, ну, осуждённый. Он вышел, пришёл, был на свидании с родителями. И он мне говорит, Юр, я знаю, что ты верующий, вот мне родители как раз вот такое время было весеннее, пасхальное. Наверное, вот как-то всё с этим сочеталось. И он говорит, мне родители привезли пресвирки, ну, то есть пресный хлеб. И я говорю и Сергею, и Диму, но я не буду их по кличкам сейчас называть. Я говорю, я говорю, наверное, сам Господь нас благословляет, чтобы мы могли поучаствовать в вечере Господне. Мы не знаем, как чего делать. Но чтобы это сделать в лагере, это никто не должен мешать. Я говорю, я договорюсь. Я подхожу, там есть такие, они, ну, дневальные. Ну, я не буду объяснять их статус в лагере. Вообще это нечего там. Я ему говорю, ты мне коптёрку дай и посмотри, чтобы нам никто не мешал. Ну, они-то там все эти, наверное, думают, там, наверное, что-то мы беззаконное хотим делать. Понятное дело. Ну, мы с собой воды взяли, всё туда, вот эту пресвирку, а вина-то нету. Но для нас на то время молитва решала все вопросы. Мы взяли воды, помолились над этой водой. Господи, Ты воду превращаешь в вино, поэтому мы свято в это верим. По Слову Божьему. Да. И когда мы собрались, мы прочитали, мы там не рассказывали какие-то высшие материи. Мы прочитали 13 главу Евангелия от Иоанна. Они у меня попросили помолиться, а я и молиться не умею. Вместо молитвы у меня тогда была книга «Псалтырь». Я молился утром и вечером, читая «Псалтырь» по очереди псалмы. Но я помолился, я до сих пор помню как. Я говорю, Господи, прими нас в Твое участие не как Иуду, а как покаявших грешников. И когда мы выходили, но это нельзя забыть, все осужденные, мне даже смотрящий сказал, Потапыч, я уважаю Вашу веру, но коноплей, говорит, делиться надо. То есть, они подумали, что мы такие радостные вышли на куренные анаши. Они не поняли. Они так и не поняли. Я говорю, я готов с вами поделиться, но вы не будете читать Священное Писание. Но они так и не поняли. И я хочу сказать, кто нам дал, я такой радости не переживал даже в день своего освобождения. Кто мне дал эту радость? Слава Богу. Поэтому Бог не желает привязывать свой народ к месту, к обстоятельствам и к людям, чтобы мы были зависимы от людей, прося у них, дайте нам вечерю Господнюю. Кстати говоря, на ум приходит пророчество из книги пророка Михея, 5 глава 7 стих, где говорится об остатке, какой будет у Бога остаток. Давай посмотрим. Прочитай, пожалуйста, это прекрасное место, которое меня всегда вдохновляет. Михея, 5 глава, 7 стих. И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых. Дорогой брат, я не могу сдержать своего восхищения нашим Господом. Слава Господу. Поэтому здесь речь идёт о чём? Если мы во имя Иисуса собрались двое и трое, то чего не попросите, чего не попросите во имя Иисуса, будет. Получается, если мы привязаны к сынам Адамовым, то мы не входим в тот остаток, о котором говорит пророк Михея. Будет остаток, как ливень на траве. Когда ливня нет, трава пожурена. Остаток уподобляется ливню. Где появляется остаток, там всё цветёт. Но этот остаток не полагается на сынов Адамовых. Да, слава Богу. Вот в чём суть. Более того, Иисус говорит своему остатку, который не полагается на сынов Адамовых. Третья глава книги Откровений. Я попрошу тебя прочитать, дорогая сестричка, двадцатые и двадцать первые тексты. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним. И он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моём, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его». Когда мы принимали вечерю в лагере, независимо ни от какой деноминации, ни от какой религиозной организации, мы свидетели этим словам. Мы впустили Иисуса и Его истину в своё сердце. И Бог не взирает на лица, Ему нужно наше желание. И мне вспоминается книга Левит, первая глава. «Если какая душа хочет». И Бог благословляет этих людей. Более того, это послание к ангелу лаудикийской церкви, а эти слова адресованы тем, кто услышит. С ангелом лаудикий до сих пор вопрос не решён, потому что он до сих пор говорит, что он якобы богат, разбогател и ни в чём не имеет нужды. А если у нас, как у простого народа, множество духовных вопросов, Иисус говорит, «Если вы меня пустите в свою группу, я буду вечерить с вами». Тем более, если внимательно читать книгу Откровения, я большей частью обращаясь к нашим дорогим друзьям, и слава Господу сестричке, которая озвучила вопросы многих людей, которые вышли из церковной корпорации АСД для того, чтобы прославлять Бога. Но хотелось бы обострить ваше внимание на том факте, что Иисус создал свою церковь. «Говоря «Носем камни, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Это момент очень важный. В книге Откровения описывается послание к семи церквям, или лучше сказать, ангелу той или иной церкви, а только потом, кто имеет уши. Это принцип. Дальше описывается жена в 12 главе, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Это первоапостольская церковь. И описывается гонение средних веков. Жена гонима драконом по пустыне время, времена и пол времени, но Бог питает их, Он носит их на орлиных крыльях в землю, где течет молоко и мед. Но после гонений мы находим после 12 главы нигде нету даже малейшего намека на то, что церковь проповедует трехангельскую весть. Есть понятие остаток. В 17 тексте в 12 главе дракон вступил в сбрань с прочими от семени жены. А где жена? В 17 главе мы находим, что она сидит на звере багряном и упояна кровью святых и свидетелей Иисусовых. И теперь мы встречаем истинную в церковь только в 19 главе на брачной вечере. Это народ собран со всех концов земли, куда сатана разогнал их из церковных организаций, так скажем. Конечно, для нас, как и для адвентистов, эта мысль кажется вообще чуть ли не богохульной. В таком случае, дорогие друзья, вам вновь и вновь нужно читать все пророчества об истинной церкви, и вам нужно пересмотреть свое отношение к книге Откровения, потому что мы читаем книгу Откровения, включая религиозные организации адвентистов седьмого дня. Если бы Иоанн понимал по-другому, то он не писал бы таких вещей, как послание к семи церквям. Там уже заложен ключ к деградации христианской церкви, которая впоследствии будет упояна кровью святых. Она начинает со святости, а заканчивает мерзостью. Ефесской церкви любят истину, в Смирне появляется сборище сатанийское, в Пергаме престол сатаны, в Феотире и Изавель проповедуют христианской кафедры, в Сардисе мы находим люди, говорят, что они живы, но верный свидетель говорит, вы мертвы. В Филадельфии опять появляется сборище сатанийское, открывается великая дверь для остатка и они начинают проповедовать трехангельскую весть. Они только начали проповедовать трехангельскую весть. Но с истечением времени ангел лаодикийской церкви говорит, а я ни в чем не имею нужды. Хотя лаодикия буквально означает народ суда. Этот ангел призван завершить то, что начала Филадельфийская церковь в 1844 году. Поэтому Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что Бог желает вечерить не с ангелом лаодикийской церкви, а с теми, кто впустит его и его истину. Поэтому слава Господу, который освобождает нас от церковных преданий. Слава Господу, дорогой брат. И второй вопрос, который задает Иорданка, наша сестричка в Господе. У нас есть человек для крещения, но нет никого, кто мог бы крестить его. Как нам надо поступать? Я повторю, дорогие друзья, раз вы собираясь во имя Иисуса, то Иисус находится среди вас. Выберите из себя брата, который любит Господа, любит его истину, и если вы ему доверяете совершать духовные, так скажем, действия, пожалуйста, во имя Иисуса, пусть он это совершает. Ну, давайте представим на минутку картину. Иисус дал поручение своим ученикам совершать вечерю, совершать крещение, но пошли бы они, так скажем, в организацию, где, так скажем, находится центральный офис в Иерусалиме, в храме, и сказали саддукеям, которые занимали первосвященническую деятельность, фарисеи это учителя Библия, это немного другое, и сказали, вы знаете, мы будем совершать это служение, пошли бы они это делать? Нет, конечно. А если бы и пошли, что бы сказали им саддукеи, фарисеи? Вы наполнили Иерусалим своим учением? Вы возмутители спокойствия? Так же Иоанн Креститель приходит, разве он спрашивает, вы знаете, вот Бог меня побудил, позвольте мне, я буду вам не мешать здесь, я вот выйду к Иордану и там понемногу буду крестить. Он этого же не делает. Откроем четвертую главу Евангелия от Иоанна, первый, второй стих. Спрашивали ли ученики Иисуса разрешение на крещение у книжников и фарисеев? Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн? Хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Мы находим, что ученики во время Иисуса уже совершали крещение не только в книге Деяний святых апостолов. Они же не спрашивали в Иерусалимском храме священников, а можно ли нам совершать крещение? Это очень важные моменты, которые помогают понять нам книгу Деяний святых апостолов, где апостолы в день Пятидесятницы проповедов, исполнившись Святым Духом, свидетельствовали об Иисусе Христе и присоединилось в то время к церкви три тысячи человек. Первые пять глав описывают прогресс свидетельства об Иисусе и шестая глава описывает первую проблему, которая возникла в первоапостольской церкви. И я думаю, нам нужно, нам полезно прочитать этот отрывок проблему и как апостолы решили эту проблему. Шестая глава с первого по седьмой текст. Я тоже открою. В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам, оставив слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа, исполнена вера и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников, и поставили предапостолами, и сей, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. Спасибо. Практически мы видим первая проблема, которая возникла внутри первоапостольской церкви. И как они решают этот вопрос? Они говорят, знаете, что вы сами выберете, мы не будем, так скажем, брать власть над вашей верой, вы лучше знаете этих людей, выберите из себя людей, которых вы знаете, которым вы доверяете, и поставим их на это служение. Вроде бы никаких проблем, если эту ситуацию рассматривать в современном христианстве, вроде бы и нет, так все и происходит. Вроде бы. Но с другой стороны, нам ставят служителя, которого мы не знаем. Это одна деталь. И другая, не менее важная деталь, которая относится к нашим вопросам, которые нам прислали из Болгарии. Посмотри, Стефана рукоположили, Филиппа расположили, для какой деятельности? Чтобы раздавать необходимые. То есть всеми благословениями пользовались не отдельные люди, какая-то часть, элита, священство, а все пользовались. Но Стефан идет, проповедует, свидетельствует об Иисусе и его убивают в 7 главе камнями. Но он перед смертью засвидетельствовал, что он видит славу Божью Иисуса, стоящего одесную Бога. А дальше мы находим Филипп идет, проповедует и крестит Евнуха. То есть мы видим, что апостолы, не заставляли, что вы будете делать. У них было побуждение свидетельствовать об Иисусе, Евнух нуждался в крещении, в заключении завета, Филипп не сказал Евнуху, погоди, я схожу сейчас к высшим апостолам и попрошу у них разрешения. Разве эти истории не должны показывать нам, как нам жить в сегодняшней ситуации. Тем более, мы, находясь в религиозной организации, увидели, чем она занимается. Нам Иисус дал правило непоколебимое. По плодам их узнавайте их не по словам, а по плодам. Чего бы они ни говорили, как бы они себя не оправдывали, но если их плоды идут вразрез со Священным Писанием, то пророк Исаия сказал им, в них нет света. Иисус дает нам свободу, поэтому это еще раз говорит о том, что если вы собрались во имя Иисуса и к вам присоединяются люди, которые желают заключить завет с Господом и веровать в Священное Писание, не нужно ехать в Иерусалим, дорогие друзья, чтобы попросить апостола Петра приехать к вам в Болгарию и совершить крещение того или иного брата. Этим должны заниматься вы во имя Иисуса, поэтому когда вы собираетесь во имя Иисуса, призываете его имя, руководствуетесь только настоящей истины. Давай откроем первую главу в посланиях Галатам, как Павел себя ведет. Вот он обратился из ордодоксального иудеев христианина. И что он говорит с 15 текста, прочитая? «Когда когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодати своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Апостол не пошел спрашивать совета у апостола, он действует, как его побуждает Бог, но достойно священного Писания. Поэтому Павел показывает своим примером, если Бог явился в вашей жизни, на вашем пути и обратился к вам, не нужно советоваться с кровью и плотью, у вас есть четкое письменное руководство, проверьте, сравните, обдумайте и действуйте. И если вы находите группу, которая разделяет с вами библейскую веру, пожалуйста, присоединяйтесь к этой группе, прославляйте Бога в духе и в истине. Первые протестанты не принимали вечерия и крещения, как сегодня это происходит в религиозной организации ОСД. И что же, они не будут спасены? Они это делали во имя Иисуса, руководствовали священным писанием, проводил вечерю или крещение тот брат, которому они доверяли, которому выбрали и среди себя, а не откуда-то там с Колумбии приехал, мы его знать не знаем. Все было просто, и перед Господом чинно, это очень важные моменты. Поэтому я думаю, по поводу вечери, конечно, надо пошире говорить, но я думаю, есть ли нам достаточно священного писания для нашей веры, не попадайте под влияние отдельных людей или под влияние той или иной организации, находитесь под влиянием Библии и Святого Духа, и только тогда Бог будет с вами. Если вы находитесь и руководствуетесь правилами, то вы находитесь под влиянием людей, которые написали вам эти правила. Допустим, что касается меня, моего дома, и наших групп, мы желаем находиться под влиянием Священного Писания, и мы являемся живыми свидетелями, как это происходит, действует ли Бог в нашей жизни. Поэтому слава Господу, если вы желаете заключить завет с Господом, делайте это по Священному Писанию и присоединяйтесь к невидимой Церкви, верному остатку всех веков Иисуса Христа, к 144 тысячам, которые следуют за Агнецем и провозглашают отступившему протестантизму трехангельскую весть, говоря, Пау, Пау, Вавилон. Поэтому слава Господу за все библейские истории, которые дают нам свободу в Иисусе Христе, свободу нам поступать по настоящей истине, чего бы нам об этом не говорили, но наша вера должна быть как у детей, так сказал нам Небесный Отец, поэтому мы так и поступаем и нам не важно как об этом думает общество, нам важно как об этом думает наш Творец и Бог будет с вами. Слава Богу! Да, слава Господу! Дорогой брат, в дополнение к этому вопросу сестричка Иорданка спрашивает, должны ли мы креститься во второй раз или нет? Когда мы поняли, что учение Святой Троицы это католическое изобретение, то нужно ли нам креститься второй раз? Если я так понял вопрос, то я вам скажу, что повторное крещение в Библии предписано только в одном случае. Есть другой момент в книге Деяния, я немного попозже о нем поговорю, но повторное, я повторяю, повторное крещение в Библии предусматривается только в одном случае. Повторное крещение. Надо открыть шестую главу послания к евреям. С первого по шестой стих мы можем прочитать этот отрывок. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Это правило возможно применимо только к отпадшим. А если мы принимаем повторное крещение, своим действием мы перечеркиваем весь предыдущий опыт веры. «Когда мы вышли с вами из воды у меня к вам дорогие друзья вопрос почувствовали вы радость вы наверное переживали такое ощущение которое вам трудно объяснить сегодня если это было в вашей жизни то у меня вопрос кто это ощущение вам подарил участвовал ли Бог когда вы заключали завет мы все изначально уверовали во имя Иисуса который открыл нам любящего Бога как мы можем перечеркнуть этот опыт и сказать Богу своим так скажем необдуманным повторным крещением что Бог не участвовал при заключении завета поэтому этот вопрос я считаю он должен вообще быть аннулирован у тех групп которые хотят поклоняться Богу в духе и в истине раз вы заключили завет с Господом так и ходите в нем а иначе получается неважно на каком уровне мы согрешили мы должны принимать крещение но ведь слово Божие нас этому не учат правильно у нас есть первое послание Иоанна первая глава восьмой и девятый тексты вот решение этого вопроса если говорим что не имеем греха обманываем самих себя и истины нет в нас если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды а иначе я повторюсь если если не было этого текста этого библейского учения всякий раз не важно как только мы поступили не по настоящей истине мы должны заключать вновь завет но слава господу если исповедуем грехи наши то он будучи верен и праведен не только простит нам грехи наши но и очистит нас от всякой неправды мы заключаем завет на все время и повторное крещение предусматривается только в одном случае по причине отпадения мы не нуждаемся повторным крещением как приняли Иисуса Павел говорит так в нем и ходите слава господу да слава господу брат еще вопрос который прислала сестричка Иорданка мы больше не отдаем нашу десятину в церкви что делать с нашими десятинами мы делали с тобой программу но я вижу что то ли там что-то недоработано то ли до Библии надо дописать какие-то конкретные тексты я никого ни в коем случае не ругаю но священ в новом завете нет такого понятия десятина я вынужден повторяться три раза в новом завете говорится о десятине и ни разу не сказано о том чтобы ее приносили то есть она о ней высказана в негативной форме откроем Евангелие от Луки 18 глава с одиннадцатого и по тринадцатый стих фарисей став молился сам в себе так Боже благодарю Тебя что я не таков как прочие люди грабители обидчики прелюбодеи или как этот мытарь пощусь два раза в неделю даю десятую часть из всего что приобретаю мытарь же стоя вдали не смел даже поднять глаз на небо но ударяя себя в грудь говорил Боже будь милостив ко мне грешнику сказываю вам что сей пошел оправданным в дом свой более нежели тот ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет а унижающий себя возвысится и второй раз об этом говорится уже книжникам и фарисеям 23 глава от Матфея 23 стих горе вам книжники и фарисеи лицемеры что даете десятину смяты аниса и тмина и оставили важнейшее в законе суд милость веру сие надлежало делать и того не оставлять сегодня церковные работники используют этот текст говорят вот видите это нужно делать и этого не оставлять с этим еще вопрос в греческом тексте чего нужно делать и чего не нужно оставлять там чуть-чуть по-другому идет синтаксик слов поэтому там другая картина но чтобы не грузить наших дорогих друзей у меня другой вопрос а до какого времени не оставлять десятина приносится в храм он еще функционирует заместительная жертва не принесена но когда он принес себя в жертву храм был разрушен то о каких десятинах вообще идет речь и Павел об этом говорит к евреям которые очень хорошо знают кто когда кому сколько и куда возвращалась десятина послание к евреям 7 глава 5 стих получающие священство из сынов львиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа то есть со своих братьев хотя и сии произошли от чресл аврамовых брать по закону а иисус взял этот закон который он исполнил своим телом и пригвоздил ко христу священников предал власть на позору восторжествовав над ними собою это записано во второй главе посланиях колоссянам в тринадцатом тексте то есть десятина приносилась по закону закон был где-то водителем ко христу не надо путать с десятью заповедями это абсолютно разные вещи заповеди это условия договора а закон он дан после по причине преступления когда человек нарушает заповедь то в силу вступает закон и требует смерти от грешника но в то же самое время в законе есть предписание о заместительной жертве весь этот закон Иисус исполнил а заповеди он пишет в сердца своего народа в заповедях ни слова не сказано о десятине закон говорит о десятине заповеди были положены Моисеем в ковчег завета это условия договора а закон одесную ковчега а десять заповедей в ковчег внутрь ковчега это уже о чем-то говорит поэтому Павел дальше говорит о том что закон имеет теперь другой оценки он об этом говорит посланник евреям надо прочитать с одиннадцатого по двенадцатый стих этой же главы если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства и бы с ним сопряжен закон народа то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину мелхиседека а не по чину арона именоваться потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона закон о десятине пришел к логическому концу все приношения и десятины приносились указывая на Иисуса сегодня могут сказать но посмотрите на Авраама он десятину кому принес мелхиседеку царь правды а Тет Вильсон является царем правды там совсем другой контекст и мы не можем использовать отдельные тексты мы должны увидеть библейскую картину и конкретную типологию поэтому Павел говорит знаете что друзья всем группам давайте выйдем к Иисусу застан неся его поругание и приносите ему не десятину а жертву хвалы жертву уст ваших 13 глава послание к евреям с 13 по 15 текст я думаю этого достаточно для того чтобы понять что десятина пришла к логическому концу но возникает сегодня другой не менее важный вопрос должны ли мы как христиане участвовать в продвижении трехангельской вести я скажу да мы должны участвовать в продвижении трехангельской вести мы должны участвовать в продвижении свидетельства об Иисусе мы должны участвовать в свидетельстве о истинном Евангелии как это сделать так нужно прочитать послание и картина понятна доброходно дающего любит Бог или же вспоминаем второе послание в Каринф восьмую главу Павел говорит кто собрал мало не имел недостатка кто собрал много не имел избытка все должно быть равномерно Бог не требует чтобы у кого-то был недостаток а у кого-то было излишне то есть Евангелие уравновешивает эти понятия в церкви мы как простой народ долгое время свято верили что когда мы возвращаем десятину в эту организацию мы служим Богу а оказывается десятина народа используется в инвестировании производства оружия для напоминания мы покажем вам этот небольшой ролик давайте посмотрим 27 февраля 2018 норвежский союз адвентистской церкви призвал штаб-квартиру генеральной конференции прекратить все инвестиции корпорации производящие оружие английский перевод предоставлен адвентист тудей то есть адвентист сегодня обращение было сделано в заявлении президента норвежского союза Виктора Марли этот призыв следует за недавним открытием что генеральная конференция на протяжении многих лет владела акциями ряда производителей оружия в заявлении Марли сказал что для адвентистской церкви совершенно неприемлемо владеть акциями компаний прямо или косвенно связанных с оружейной промышленностью норвежский союз обратился к генеральной конференции с просьбой обеспечить полную транспарентность в инвестиционной сфере и просил деноминацию отказаться от инвестиций которые не соответствуют убеждениям учениям и ценностям адвентистской церкви в ответ на эту проблему департамент по инвестициям генеральной конференции заявил что как правило он стремится к тщательному подходу имея высоко диверсифицированный инвестиционный портфель с различными стратегиями основанными на лучших советах которые может получить церковь управляющий фондом генеральной конференции Тимати Ака заявил что деноминация не будет инвестировать в компании которые работают с табаком алкоголем азартными играми порнографией мясом или напитками с кофеином поскольку они не соответствуют ценностям адвентистской церкви генеральная конференция выразила готовность расширить список исключенных из портфеля отраслей отрасли которые будут исключены скорее всего будут включать оборону и промышленность а также предприятия с экологически вредной деятельностью Тимати Ака сказал что генеральная конференция хочет быть хорошим примером для членов институтов когда дело доходит до инвестиций взаимных фондов он добавил что инвестиционная практика которой следует генеральная конференция не нова и что инвестиции ни в коем случае не являются секретом это чудовищно но посмотрите дорогие друзья так скажем ответственное лицо за финансовое положение Тимати Ака открыто заявляет что якобы не является секретом того факта что церковь адвентистов седьмого дня инвестирует деньги в военную промышленность это заявление сделано с юридическим акцентом чтобы снять с себя вину говоря что весь народ принадлежащий к этой корпорации знает куда он приносит свои деньги каждый рубль принесенный в эту корпорацию может служить для создания оружия которым будет рано или поздно направлено против нашей страны против вашей страны чтобы убиваем был всякий кто не будет поклоняться образу зверя поэтому сегодня имея эти документы неужели мы как думающий народ будем поддерживать эту религиозную корпорацию которая участвует в инвестировании так скажем производства оружием когда мы сделали этот ролик помни сколько нам писали таких хитрых так скажем посланий с намеком на угрозы но мы переживали только заодно как быть этим документом и слава богу ровно через несколько дней не прошло и недели брат Энрике со своей женой выставил этот документ и перевел точно так же как мы перевели в этой студии слава господу и мы радовались моей дорогой супругой и помощницей что бог посылает свидетелей что он не оставляет нас один на один но несмотря на эти документы находятся люди которые не только не верят этим документам что корпорация АСД каждый год теряет 12 миллиардов долларов что церковь адвентистов седьмого дня в 1982 году официально зарегистрирована как всемирная корпорация они этому не только не хотят верить они еще стараются нас и пугать и я славлю бога что у нас есть такая благословенная возможность свидетельствовать об настоящей истине и говорить выходи от нее народ мой чтобы вам не участвовать в производстве оружия для убийства людей которые созданы богом по образу и подобию его слава господу дорогой брат да слава господу поэтому дорогие друзья давайте поддерживать трехангельскую весть и тех кто разоблачает нечестивый альянс во главе которого стоит рима католическая система объединяя возле себя весь отступивший протестантизм но я хочу сказать что у многих остается вопрос открытым куда же выходить если Елена Уайт говорила что церковь не является вавилоном здесь нужно правильно я говорю вот читать Елену Уайт в современном формате небезопасно ее труды помешали как колоду карт при разложении того или иного пасьянса что выпадет то есть как нужно подогнать какую идею если мы читаем всю Елену Уайт как она есть на самом деле то нигде Елена Уайт конкретно не говорит что церковь адвентистов седьмого дня не является вавилоном она говорит что церковь не является вавилоном это очень важный и судьбоносный момент почему она говорит что церковь не является вавилоном а потому что Иисус сказал Петру и ты Петр камень и на сём камне то есть на основании твоей веры на сей вере я создам мою церковь не здание не учреждение люди подобные Петру который как дети верит в слова Иисуса это и есть церковь и для нас как для народа последнего времени работает пророчество пророка Езекииля мы откроем тридцать четвертую главу нам интересен отрывок седьмого и по шестнадцатый стих из этой главы я прочитаю с твоего позволения эти торжественные тексты хорошо посему пастыри выслушайте слово Господне живу я говорит Господь Бог за то что овцы мои оставлены были на расхищение и без пастыра сделались овцы мои пищу всякого зверя полевого и пастыри мои не искали овец моих и пасли пастыри самих себя а овец моих не пасли зато пастыри выслушайте слово Господне так говорит Господь Бог вот я на пастыры и взыщу овец моих от руки их и не дам им более пасти овец и не будут пастыры пасти самих себя и исторбну овец моих из челюстей их и не будут они пищу их ибо так говорит Господь Бог вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их как пастух проверяет стадо свое в тот день когда находятся среди стада своего рассеянного так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест которые они были рассеяны в день облачный и мрачный и выведу их из народов и соберу их из стран и приведу их в землю их и буду пасти их на горах израилевых при потоках и на всех обитаемых местах земли сей буду пасти их на хорошей пажите и загонах будет на высоких горах израилевых там они будут отдыхать в хорошем загоне и будут пастись на тучной пажите на горах израилевых я буду пасти овец моих и я буду покоить их говорит господь бог потерявшийся отыщу и угнанную возвращу и пораненную перевяжу и больную укреплю а разжиревшую подобно ангелу лаудикийской церкви и буйную истреблю буду пасти их по правде поэтому слава господу который изначально знает все от начала до конца мы принадлежим к церкви иисуса христа его народ сегодня рассеян по причине ожирения ангелу лаудикийской церкви который пасет самого себя говоря что он ни в чем не имеет нужды в то время как мы вынуждены ходить по полям самарийским и собирать себе рожки на полях самарийских поэтому иисус желает вывести нас из этой организации чтобы пасти нас на злачной пажите поэтому слава господу если мы в такой форме ответили на ваши вопросы чтобы вы с дерзновением небоязненно могли проповедовать слово божье и совершать служение которое поручил нам совершать иисус христос вплоть до второго пришествия его слава нашему любящему и господу слава господу да слава господу дорогие друзья ваши вопросы пожелания присылайте на электронную почту конецвремени mail.ru да благословит вас господь и до новых встреч субтитры